В последнее время мне все чаще задают вопрос, почему официальная медицина со всеми ее возможностями, со всеми ее институтами, препаратами, операционными не излечивает тромбоцитопению, а вы излечиваетесь. Ну, вы знаете, просто у нас мы к одной и той же цели идем разными путями. Поэтому мой путь, он имеет конечную точку, а официальная медицина, он бесконечен, потому что она приходит к тому же результату, но совершенно иным путем. Я попробую сейчас это все объяснить. Почему так происходит? Почему я могу свежую тромбоцитопению, нелеченную, вылечить фактически за 3-4 недели? А если она лечилась тромбоцитопенией препаратами, гормонами, депрессантами, операцией, то дольше. А все это просто объясню, вы поймете. Потому что многие спрашивают, объясните. Вот я решил написать это видео, чтобы не распыляться, чтобы вы могли посмотреть, уже сами определиться, нужно вам такое лечение или не нужно. Потому что по большому счету, тут реально нужно просто понимать систему. как тромбоцит появляется в крови. Да, он изменен, но он изменен по другой теме. Потому что в костном мозге есть унипатентная стволовая клетка. Из нее образуется любой из трех ростков. Потому что на выходе она тут делится, образуются три ростка. Ликоциты, тромбоциты и эритроциты. Вопрос в чем? Время жизни каждой клетки разное. И по мере убыли стволовая клетка раздражается и начинает компенсировать недостачу. И все. Вот вопрос в чем? При тромбоцитопении активно снижаются гибнут тромбоциты. По какой причине? Основная функция тромбоцитов это участие в свертыве системы крови. То есть сосуды имеют длину примерно 100 тысяч километров. И по большому счету они могут в любой момент, на любом участке разорваться. Вот как только сосуд порвался, появилась какая-то брешь. Вот эту брешь первично занимают действие в крови белки фибрин и тромбин, которые образуются из предшественников протромбина и фибриногена. То есть они, фактически эти белки закрывают, становятся тут сеточкой. И в эту сеточку улавливаются ячейки, закрываются тромбоцитами. Вот если белков достаточное количество и тромбоцитов достаточное количество, время кровотечения минимально, время кровопотерей минимально, кровопотерей минимально, и ущерб для того органа, в котором это произошло, минимально. То есть это в принципе образуется в любом возрасте у любого и каждого человека. Ну, чемпионка из тех пациентов, которые у меня были, по тромбоцитопени, в 11 лет у девочки после второго инсульта поставили диагноз тромбоцитопени. Знаете, она ко мне обратилась уже взрослой девушкой, через, то есть в 11 лет у нее был, появился диагноз, я ее полечил, после этого, после 20 лет у нее возник рецидив. То есть более 10 лет была ремиссия. Ну, рецидив возник, потому что она грубо нарушала все эти законы здорового образа жизни, которые существуют, которые вы можете узнать, обратившись ко мне на консультант. Вопрос. Вопрос в другом. Сосуды могут порваться в любом возрасте. Поэтому тут очень важно поддерживать уровень тромбоцитов. Но, если нет обильных кровотечений, куда делись тромбоциты? Вот тут задается вопрос, почему так происходит? Я вам отвечу. Легко и просто. Просто в крови, пока нет кровотечений, тромбоциты используют другую функцию. Они выполняют другую функцию. Они очищают вашу кровь от тех токсинов, которые там есть. От тех продуктов жизнедеятельности, которые в организме образовались. От тех экологических сюрпризов, которые есть в окружающей вас среде. Которые попадают с теми же продуктами питания, с водой, с вдыхаемым воздухом. Ну, может быть, еще с какими-то медикаментами. У них тоже есть в осложнениях тромбоцитопения. Поэтому вы должны просмотреть. Может быть, вы что-то принимаете, убрали препарат, и тромбоцитопения у вас закончилась без моего участия. Не вопрос. Посмотрите. Потому что у этой вот моей пациентки у нее рецидив произошел после того, как доктор от боли в суставах, появилась боль в суставах у девушки, назначила препарат, в осложнении которого стоял тромбоцитопения. И все. И она вспомнила свой диагноз. Он ей фактически его наиграл, напомнил. Поэтому тут нужно просто понимать. Легкое излечение. Посмотрите по препаратам, которые принимаете. Если нет, тогда смотрите видео дальше. Почему токсины так действуют на тромбоциты? Они точно так же, кстати, действуют и на эритроциты. Но те токсины, которые нарушают механическую прочность эритроцитов, их называют по-другому гемолитические яды. Они называют гемолизм эритроцитов. И появляется анемия. То есть, то же самое. Принцип тот же. Кровь должна быть чистой. Несмотря на тот интенсив по обмену веществ, несмотря на ту экологию, которую вы имеете. Проблемы нет. Ко мне очень часто обращаются со Средней Азии. Да, там ракеты летали. Ракетное топливо все лежит на земле. И дети, к сожалению, они интенсивно растут. Они все это впитывают, как губки. Когда тромбоциты не выдерживают, появляется тромбоцитопения. Поэтому экологически грязные регионы, там тромбоцитопения, увы, есть. И там действия нужно будет совершать тоже более активно. Немножко более продолжительное время, потому что экология остается. Тут нужно подтянуть ребенка до определенного биологического возраста. Чтобы он вышел из зоны опасности. Потому что печень и почки, они по жизни развиваются. И максимальная мощность после полового созревания. Вот нужно до этого возраста дотянуть. Дальше ситуацию можно отпускать, она сама разрешается. Поэтому тут нужно просто понимать. А почему влияют тромбоциты? Почему они реагируют? Тут все очень просто. Вот смотрите. Принципиальная схема работы организма. Вот здесь клетка, где идет обмен веществ. Где образуются те самые обменные шлаки. Объем клеток, кто видит, тут достаточно приличный. Из клеток продукты жизнедеятельности попадаются не в ту ткань. Тоже объем большой и у детей он очень большой. Вот здесь вот емкость. Почему продолжительность лечения тромбоцитопении в принципе у деток. Имеет определенный срок. Потому что тут накапливаются эти обменные шлаки. Дальше куда можно попасть в кровь. И вот здесь встречают их тромбоциты. Они могут их связать, обезвредить и фактически не пустить токсин с кровью к жизненно важному органу. И эта их функция очень важна. Но! Вот как только токсин связался с тромбоцитом, то селе нормальный, хороший тромбоцит, которого иммунная система не видела. Он был же свой, родной. Он становится чужим. И вот тут иммунная система начинает на чужое стандартно реагировать. Едет до лампочки. Беспокоит, сидит у вас триптококс, тафилококс, кишечная палочка, вирусы какие-то, бактерии и другие. Без разницы. Любой токсин для иммунной системы раздражитель. А токсин связавшийся с тромбоцитом, раздражителем становится тромбоцит. Что делает иммунная система чужим? Понятно, вырабатывает антитела, лупит тромбоциты. Чем больше токсинов в организме, тем больше поражается тромбоцитов. Тем агрессивнее иммунная система начинает убирать тромбоциты. И вначале тромбоциты падают ниже 200 тысяч, а потом появляются синяки и петехии. Не дай бог кровотечения, если его прозевали предварительный уровень, когда видно было, что проблема была. Поэтому, если вы знаете, что у вас, у кого-то из знакомых легко появляются синяки, дайте им ссылочку на это видео. Пусть посмотрят, поймут, что это не самая безопасная ситуация. Дальше, куда деваются токсины? Легко и просто. Вот то, что делаю я, я активирую работу в выделительной системе. Это работа печени, почек, кишечника, легких, кожи. Они все могут очищать вашу кровь. Все могут выводить токсины. Их нужно просто помочь, потому что, по всей видимости, не самые сильные органы находятся у вас. Они не самые мощные, поэтому не могут выводить своевременно токсины. Или слишком много токсинов входит в ваш организм разными путями. Важно, что помочь в выделительной системе очищать вашу кровь. Знаете, я в свое время тоже прошел через этот диагноз, да. Лет в 6 я переболел гепатитом. Ну, так получилось. А потом, мама говорит, ты знаешь, что-то ты бегал, кто же тебя так бил по ногам. Все ноги в синяках. Ну, мама просто не знала, что это такое. Дедушка знал. Увидел синячки, говорит, вот тебе сбор, попей, почисть организм и все, и забудет ребенок. И действительно, реально забыл. Просто многие проходят через эту ситуацию. Просто, ну, почему тромбоцитопения в возрасте до 20 пик первый? Потому что развитие идет. Полностью не развилась еще выделительная система. Не может организм полноценно удалять токсины. А система питания работает более интенсивно. Потому что пищи нужно вводить больше. Напитков нужно вводить больше. Воздухом нужно дышать больше. Потому что окислять нужно пищу. Извлекать из нее энергию и строить свой организм. И вот здесь вот любая интоксикация, где-то она была, вот она по тромбоцитам лупит. Потому что они находятся в крови. Потому что объем крови очень маленький. Все 5% от массы тела. Тут объемы больше. Извините, вот здесь. Тут объемы больше. Вот и все. Тут узкое бутылочное горло, через которое проходит токсин. Который должен легко и просто удаляться здесь. Что делает? Почему официальная медицина не может вылечить? Все очень просто. Чем она лечит? Натуральными средствами или синтетическими препаратами. Синтетика по природе своей чужое. Поэтому избавить от интоксикации таким путем невозможно. Можно и только усилить. Поэтому выйти из этой ситуации сложно. Больше того, первая линия препаратов, которые используются, это гормоны. Что делают гормоны коронодпочников? Есть, я уберу табличку. Есть ситуация, измененный тромбоцит. Есть иммунная система, которая убивает его, снижает уровень тромбоцитов в крови. И в зависимости от количества токсинов, будет тот уровень тромбоцитов, который держится у этого человека. У кого-то держится на 10 тысяч, у кого-то на 50. У кого-то на 100. То есть тут уровень отражает просто степень той интоксикации, которая есть. Что делает гормон? Он не дает возможности антителам связаться с тромбоцитом. Поэтому их используют в первую очередь и процентов 70-80 эффективности есть. Почему? Потому что убрали реакцию, измененный токсинами тромбоцит, он остался, он никуда не делся. Другое дело, что он остался в крови. Он может остановить кровотечение, поэтому кровоточивость снижается. Но антитела никуда не делись. Иммунная система все равно нас ждет, пока закончится гормонотерапия. И как только она закончилась, агрессия опять начинается, поэтому и изменяется анализ. Пока принимались гормоны, да. Тромбоциты поднялись. Только убрали гормоны, тут же иммунная система начала лупить тромбоциты. Если забили иммунную систему совсем, она не реагирует. Есть риск обострения вирусных, бактериальных инфекций, онкологии в перспективе, если эта ситуация будет продолжаться длительное время. Почему? Потому что гормонам коронапочков, да лампочки, какие антитела тормозить? Тормозится все, вся иммунная система. И по отношению к тромбоцитам, и по отношению к другим агрессорам. Но низкие тромбоциты опасны сегодня на сегодня кровотечением. Бактериальные и вирусные инфекции опасны в принципе, теоретически. Поэтому как бы степень опасности уменьшилась, и человек как бы вот ему помогли. Беда в другом, что тромбоцитопении лечится в гематологии, а вот инфекции лечится в совершенно другом отделении. Вот и получается, из-за того, что медицина у нас разбита на части, лечится по частям человек. И получается, что гематолог свое дело сделал, а дальше лечите инфекцию, стимулируете иммунитет. Простимулировали иммунитет, он поднялся против тромбоцитопении, опять приведете ко мне. И вот так вот ходит человек, то в инфекцию, то в гематологию, а потом еще, не дай бог, в онкологию может зайти. Я же делаю ситуацию по-иному. Да, я понимаю, гормоны нужны, я не против их применения. Почему? Потому что на начальном этапе это самый быстрый способ поднять тромбоциты. Согласен, полностью. Но, на фоне гормонотерапии, нужно активировать выделительную систему человека. Потому что если мы ее не активируем, если мы токсины удалять не будем, после отмены гормонов, все возвращается. Здесь появляется второй эшелон лечения. Говорят, надо удалять селезенку. Да, я прекрасно понимаю. Селезенка, с одной стороны, это кладбище тромбоцитов. И, конечно, убрать его, в принципе, логично, как бы, тромбоциты меньше разрушаются. С другой стороны, в селезенке вырабатываются те самые антитела против тромбоцитов. И понятно, что, как бы, ситуация есть, она играет. Но, почему спленэктомия или удаление селезенки, это второй эшелон? После гормонов. Почему эффективность 50 на 50 процентов? Половине людей только помогает. Да потому что селезенка, кроме вот этого, она еще и фильтр для крови. Она очищает от токсинов. Это иммунный орган, который очищает вашу кровь. Если доминировало бы разрушение, да, тромбоциты поднимаются. А если не хватало очищения, а мы еще и убрали один фильтр, вопрос. В какую сторону пойдет процесс? А никакую, плохую. Поэтому вот здесь вот ситуация, она тоже непонятна. Удаление селезенки это очень нехорошая ситуация. Потому что она не решает суть проблемы. Где будут разрушаться дальше тромбоциты и эритроциты? Потому что селезенка для этого приспособлена. А мы очень узкие капилляры, в которых фактически эти клетки застрелят, и их там разбирают погибшие, ну, плохие, скажем так, ослабленные. Где они будут разрушаться? В других капиллярах. Почки летят. Печень нагружена. Зачем? Есть система, просто им нужно помочь. Очищать кровь другим путем. Есть более мощные фильтры, и нужно им помочь. Третий эшелон лечения. Это иммуноглобулины. Я прекрасно понимаю, где они работают и почему они срабатывают. Потому что один из источников интоксикации в организме человека, больного от тромбоцитопенией, это бактерии либо вирусы. Есть Штейн-Абар, есть цитомигаловирус. Их ищут, их часто находят. Вопрос. Вы знаете распространенность этих вирусных инфекций? А заодно и других, я не буду их перечислять, их много. Бактериальных инфекций среди населения и распространяют тромбоцитопенией. Почему цифры не совпадают? Все просто. Они есть практически у всех. Вопрос, если иммунная система справляется, если у нее хватает сил выводить эти токсины. Токсин не может связаться с тромбоцитом. И не будет тромбоцитопенией. То есть нужно фактически иммуноглобулины. Почему? Реакция на них есть. Потому что они подавили какую-то инфекцию. Не специфически, но на время подавили. Они ее не убрали полностью. Поэтому реакция есть, но она кратковременная. Она непродолжительная. Редко, когда удается иммуноглобулинами полностью погасить инфекцию, она потеряла свое клиническое значение. Токсинов в крови нет, тромбоциты поднялись. И остались такими. Это редко. Поэтому тут нужно просто понимать, что вот эта вот ситуация, она, нужно правильно ее сопровождать. Я помогаю очищать кровь. Что делаю? Потому что у иммунной системы, вы можете найти такое видео на моем канале, 5 главных функций. Самая последняя функция, которой организм борется, до которой доходят руки в последнюю очередь, это борьба с старыми изношенными клетками. То есть, омоложение клеточного состава и поддержание биологического возраста в хорошем состоянии. Это высокое качество жизни и активное долголетие. Перед этой задачей она выполняет менее важную задачу. Борьба с онкоклетками. И онкология, это тоже иммунный дефицит. Если у вас иммунная система слабая, то вероятность познакомиться с онкологией или как. Но это четвертый эшелон. Второй и третий эшелоны, это бактерии и вирусы. Потому что они могут вызвать в организме какие-то необратимые изменения. А вот первый эшелон, самый важный, с которым иммунная система начинает. И она не пойдет бороться ни с бактериями, ни с вирусами, ни с онкоклетками. Тем более, с вашим биологическим возрастом не будет омолаживать ваш организм. Первый эшелон это токсины. Вот пока интоксикация есть, она не доберется до бактерий и до вирусов. Вот если вы правильно будете очищать кровь, я знаю как это сделать. У меня хорошая методика очищения крови. Вот убрать токсины, тогда иммунная система разгрузилась. Тогда доберется до бактерий и до вирусов. Как источников токсинов, которые лупят тромбоциты. Да, нужно разными путями идти. Но в принципе, вот здесь вот, основа в лечении тромбоцитопении. Это нужно просто понимать. Нужно просто помочь организму избавиться от этой ситуации. А тромбоциты это просто индикатор качества крови, чистоты крови. Низкий уровень, грязно в крови. Нормальный уровень, относительно хорошо в крови. Когда еще тромбоцитопения появляется, симптоматически, когда специфические вирусы появляются, которые конкретно нарушают работу главного фильтра печени. Это вирусы разных гепатитов. И при гепатитах, увы, один из симптомов, одно из проявлений это тромбоцитопения. И понятно почему. Потому что вирус слишком сильно повредил печень, нарушилась работа печени, и появилась вот такая вот проблема. Поэтому тут нужно просто понимать, что нужно делать. Потому что четвертая линия фактически лечения, это уже жест отчаяния медицины. Это принимаются цитостатики. Да. Но это не самый хороший. Да, они конечно снижают количество антител, да, они конечно помогают сохранить тромбоциты, но уже очень токсичны эти препараты. И чтобы не доводить свой организм до такого состояния, до такой терапии отчаяния, я бы сказал. Потому что это уже все. Тут уже все врачи понимают, врачи подняли руки, и они понимают, что ситуация уже не контролируется, нужно хоть что-то делать, какую-то помощь оказывать. И вот идет вот такая вот агрессивная и достаточно терапия по отношению к пациенту. Поэтому я бы не советовал доводить свой организм до этого, а все-таки заняться системно. Значит, почистить свой организм, улучшить работу печени, почек. Это великолепные фильтры, тем более печень. Она великолепно регенерирует. Я знаю, что это такое, я знаю, как ей помочь, потому что у меня в семье были рецепты при тромбоцитопении. Один из них я испробовал. Ну, сейчас я немножко их усовершенствовал, потому что я вижу, что тромбоцитопении это один диагноз. А причин много. И в зависимости от причин нужно менять сборы трав. Нужно менять соотношение трав. Нужно менять разные ингредиенты для того, чтобы действовать более целенаправленно, более конкретно на вот тот источник интоксикации и на выведение определенных токсинов, определенного качества из организма. Тогда, как только уровень интоксикации снижается, в принципе, при самых идеальных условиях тромбоциты поднимаются примерно 40-50 тысяч в день. Для некоторых это мечта, чтобы был хоть такой уровень. Потому что это уровень, в принципе, безопасный по кровотечению. Потому что кровотечения могут быть при очень плохих сосудах 50 тысяч, могут быть при 30, но у детей часто держатся даже 0 тромбоцитов, 5 тромбоцитов, а кровотечений нет. То есть их можно удерживать. Вся ситуация работает. Тут нужно просто правильно к этому относиться. Потому что, конечно, можно принимать сосудистые препараты, прочно держать все эти 100 тысяч километров сосудов, которые есть у человека, и не давать возможности кровотечениям проявляться. Да, но это терапия такая, это уже просто борьба на последнем рубеже. Да, там нужно держать, но правильно очищая организм, тромбоциты постепенно начнут подниматься. Ну, по печени я написал одну такую интересную книгу, что делать, если у вас есть печень. Можно, в принципе, кто хочет полечиться самостоятельно, можете взять, купить эту книжку и по ней полечиться, потому что она дает возможность очистить ваш организм и фактически убрать этот неприятный диагноз тромбоцитопении. Но лучше, конечно, если вы будете использовать, я подберу сбор просто непосредственно под человека, учитывая те анализы, которые есть. Не только уровень тромбоцитов меня будет интересовать, а и химия, развернутый анализ крови, мне нужно видеть более целостно картину, почему возникает эта ситуация, где основные прорехи, где основные проблемы. Поэтому, чтобы более целенаправленное лечение тромбоцитопении можно было назначить, вы контакты видите, можете ко мне обратиться, и мы найдем с вами возможность, как это все сделать, как почистить кровь, и таким образом, чтобы, в принципе, и тромбоцитопении убрать, и другие аутоиммунные процессы, потому что гормонотерапия, она, к сожалению, лишь консервирует ситуацию, а токсин остался в организме. Есть другие аутоиммунные процессы, есть еще псориаз, есть заболевания соединительной ткани, там, системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиазид, есть в более таком пожилом возрасте такой диагноз, как синдром Альцгеймера, есть рассеянный склероз, есть паркинционизм, это, в принципе, все аутоиммунные процессы в разных зонах вашего организма. Есть аутоиммунный тироидит, щитовид, колитит у женщин, есть снижение функции надпочечников, гипотония появляется на этом фоне, все легко и просто, организм это система, которой нужно помогать, и самое главное, что нужно сделать для вашего организма, это наладить ему правильное питание и свое время на очищение, в режиме реального времени, тогда ни тромбоцитопения, ни другие диагнозы, в принципе, появляться не будут, вот, а уровень здоровья будет достаточно высок, поэтому, если вам нужно такое вот системное лечение, отдельные диагнозы, поднимите мне три тромбоцита, там, таких вот, а все остальное можете не трогать, все остальное меня не интересует, понимаете, организм это система, к нему относиться нужно как к системе, и помогать как к системе, помогать системе, но, я врач системчик, поэтому, я знаю, что это такое, и надеюсь, что я объяснил вам свой подход в данном направлении, теперь вы понимаете, почему мое лечение тромбоцитопения, оно имеет определенные временные ограничения, потому, потому, что, в принципе, почистив организм более активно, дальше вы просто будете делать определенные действия, не связанные с лечением, относящиеся к системе правильного питания, для того, чтобы организм не загрязнялся дальше, чтобы он работал в этих комфортных условиях долго и счастливо, потому, что, когда еще тромбоцитопения возникает, первый пик, это до 20 лет, второй пик, это начиная от 50 лет, я понимаю, почему, потому, что, здесь снижается возможность выделить на систему, кто занимался очищением органина, кто занимался из вас своего питания, вот где-то здесь подсел организм, что генетики хватает до 50 лет, дотянуть без тромбоцитопении, а дальше тромбоцитопения появляется, и кто еще в зоне риска, это женщины, увы, да, прекрасная половина человечества имеет слабую, генетически слабую работу печени, в этой своей книге, я об этом тоже пишу, есть гормонально обусловленные функции печени, до полового созревания мальчики и девочки имеют женский тип печени, поэтому и у мальчиков, и у девочек тромбоцитопении возникать может, половое созревание, у мальчиков мужские гормоны включились, 12-14 лет, и мотивированная, более мощно работающая, при том же образе жизни, при той же системе питания, печень начинает лучше очищать кровь, и мальчики перерастают многие болезни, в том числе и тромбоцитопении, девочки могут, они находятся в зоне риска и продолжают болеть дальше, поэтому до 20 и после 50 это справедливо для мужчин, увы, у женщин тромбоцитопении может возникнуть в любом возрасте, и к сожалению, просто, ну не к сожалению, женщинам просто нужно больше уделять себе внимание не только косметическим средствам, но и реальным средствам, которые принимаются внутрь, которые улучшают работу организма в целом, потому что кожа тоже орган, скажем так, самый большой орган, 18% от массы тела, кожи, достаточно много, а питается по остаточному принципу, вот на этом вся косметология это и стоит, ну не дошли какие-то питательные вещества до кожи, изменилась кожа, изменились ее придатки, там волосы, ногти, там стали другими, возникли проблемы, если же вы будете заниматься правильным питанием и очищением своего организма в режиме реального времени и косметические проблемы будут вас беспокоить меньше, поэтому если вам нужно лечение каких-то заболеваний внутренних органов, ну включая тромбоцитопенирую, контакты вы видите, обращайтесь, мы с вами сможем легко найти выход из той ситуации, в которой вы находитесь, крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения, до сих пор,